Поаплодировать. Наталья Кузнецова, руководитель направления маркетинговых исследований в аналитическом центре НАФИ. Сегодня я немножко расскажу о некоторых исследованиях, собственных наших проектах, которые мы проводим регулярно и проводили в течение 2022 года. Немножко скажу о нашей компании. Мы существуем на рынке уже более 15 лет. Проводим достаточно много проектов, сложных, не очень сложных, достаточно с большой географией. Работаем как в России, так и в странах СНГ. И активно участвуем в разных мероприятиях, рассказываем о каких-то находках, о новых интересных вещах, о том, что мы заметили, нашли такого интересного, удивительного, уникального. В ответ на события, которые произошли в начале прошлого года, мы решили запустить социально-экономический мониторинг. Это серия исследований, мы их так условно назвали. Мы проводим исследования раз в месяц. Исследования проходят на базе нашей собственной онлайн-панели ТЭТ-Ответ. Достаточно быстро мы можем запускать какие-то вопросы, получать обратную связь, получать информацию о том, как меняются мнения россиян, как меняется их потребительское поведение и по многим другим актуальным вопросам. Сегодня в докладе я расскажу немножко о некоторых вещах, которые мы в рамках этого социально-экономического мониторинга выявили, нашли, увидели. Начну кратко с трендов, что изменилось в жизни обычных людей. Затем немножко поговорим о том, как поменялся подход к выбору продуктов питания. Поговорим о лояльности к отечественным и зарубежным брендам в разных категориях товаров. И закончим на замерах удовлетворенности ассортиментом, который мы провели буквально в декабре 2022 года. Давайте немножко о трендах для начала. Я скажу, в марте, в апреле прошлого года мы спрашивали у россиян, какие изменения, что изменилось в их жизни, почувствовали ли они какие-то изменения, которые произошли в связи с внешними событиями. Так вот, 65% наших опрошенных сказали, что те или иные изменения в их жизни случились. Тогда мы спрашивали о том, что же именно произошло. Нам рассказали, что стали больше работать, что повысилась ценность работы, работу стали рассматривать как источник устойчивости, стабильности, как источник финансового благополучия, как такая некая точка опоры, которая позволит уверенно чувствовать себя в будущем. Следующий момент, связанный с изменением, касался семьи. Люди больше времени стали посвящать семье, вникать в какие-то внутрисемейные вопросы, проблемы, интересоваться делами других членов семьи, ходить вместе на прогулки, проводить больше времени. Это тоже, на наш взгляд, был таким реакцией на внешние события и желанием найти какую-то стабильность в своей жизни. Семья как источник стабильности, как надежный тыл, как некая стена, которая дает нам уверенность в том, что все у нас в жизни получится. Естественно, вырос интерес к новостной повестке. Без этого никуда. Наверное, мы все с вами это на себе почувствовали и все это пережили. Мы увидели тренд, который назвали рационализацией выбора продуктов питания. Сегодня я о нем расскажу чуть подробнее. И еще об одном тренде, который я хотела бы упомянуть. Тоже здесь он у меня обозначен. Рост лояльности к банкам. На протяжении многих лет наша компания замеряет НПС. Наверное, каждый из вас об этом слышал в индексе. Это такой очень простой индекс, который позволяет понять, насколько потребитель лоялен к компании, лоялен к продукту, к марке, к бренду. Мы замеряем лояльность к основному банку. На протяжении последних 3-4 лет мы наблюдали, как лояльность к банкам достаточно серьезно падает от года к году. Настолько, что, по-моему, к 2020 году индекс НПС у нас составлял один пункт. Но в течение 2022 года мы увидели просто какой-то, на мой взгляд, бешеный рост НПС лояльности к основному банку. В апреле он составлял 28 пунктов, а уже в январе, вот буквально пару недель назад мы делали замер, он составил уже 56 пунктов. То есть в целом люди увидели, что банки и финансовая система достаточно устойчивы, они не потеряли своих денег, они смогли спокойно также безналичной и наличной оплатой использовать безналичную и наличную оплату. И в целом банки сохранили какую-то финансовую устойчивость и не случилась с финансами никакой катастрофы. И это задало такой новый тренд по укреплению лояльности по отношению к банкам. Давайте посмотрим, как изменился подход россиян к выбору продуктов питания. Мы задавали вопрос, как именно в последнее время поменялся ваш подход к выбору продуктов питания. На что вы стали обращать внимание больше, на что стали обращать внимание меньше, а на что, как и раньше, а что не изменилось. Так вот, больше 90% наших опрошенных сказали, что они стали больше внимания обращать на стоимость товара, они стали обращать внимание на срок хранения и хороший вкус. Еще достаточно много, более 80%, смотрят, продается ли товар по акции, натуральный ли этот товар, относится ли он к здоровому питанию, произведен ли этот товар в регионе проживания респондента. Все это говорит о том, что подход к выбору продуктов питания, он становится более практичным, более рациональным, более взвешенным, я бы сказала. В то же время мы увидели, что есть некоторые факторы выбора, которые стали влиять меньше при покупке продуктов питания. И к этим факторам относятся популярность бренда-производителя и красивый внешний вид. 50% и более респондентов сказали нам, что они стали меньше обращать внимание на эти параметры. Для того, чтобы там, вот, небольшая у нас такая разгрузочная, красивая картинка с утятами, тоже недавно мы спрашивали, перед этим слайдом хотел бы сказать, да, какую-то такую вещь, что несмотря на то, что люди стали обращать внимание на стоимость, они хотят по более низкой цене купить хороший, качественный товар, не все готовы и не все осознают, что этот товар, хороший, качественный, он по определению будет стоить дороже, потому что сил в него вкладывается больше. Технологии производства совершеннее. Поэтому мы вот такой, как индикатор, запустили небольшой опрос, где спросили, готовы ли люди платить больше за товары производителей, которые содержат животных и птиц в более гуманных условиях. 60%, 61% респондентов сказали, что они готовы доплачивать, но не более 30%. При том, что подобный замер мы делали два года назад, и тогда цифра тех, кто готов оплачивать более гуманное содержание животных, она была выше. У нас цифра, по-моему, составляла 71%. То есть на фоне вот этих трансформаций, на фоне снижения доходов населения, мы стали меньше думать о заботе об окружающей среде. Мы стали меньше думать о том, в каких условиях производятся товары. То есть потребитель, он скорее переориентируется на какие-то такие стоимостные факторы, и они начинают играть больше вес при выборе. Давайте посмотрим на то, как люди относятся к импортному и отечественному производству. Мы задавали вопрос, если вы увидите, что этот продукт произведен отечественным производителем, насколько вероятно, что вы его купите. Так вот, в категориях продукта питания, в категориях товаров для детей и детского питания, товаров для дома, спортивных товаров, товаров для животных, для спорта, отдыха и бытовой химии, лояльность к отечественным производителям, она достаточно высокая. То есть при прочих равных условиях потребитель выберет отечественный товар, а не импортный в этой категории. Но в то же время есть ряд рынков, на которых потребитель не очень лоялен к отечественному производству. Это прежде всего автомобили и автозапчасти, это бытовая техника, это электроника. То есть это те рынки, на которых в целом традиционно, мне кажется, позиции российских производителей, они достаточно слабые. Когда мы спрашивали у людей, а почему они выберут товар импортного производства, нам чаще всего говорили о том, что это товар лучшего качества. В некоторых сегментах есть и другие причины, по которым все еще сохраняется высокая лояльность к зарубежным товарам. Например, в сегменте лекарственных препаратов, это уверенность в том, что они более эффективные. В сегменте автомобилей, автозапчастей, это уверенность в том, что они надежные. И у нас нет в России аналогов, которые способны заменить этих производителей. Применительно к бытовой технике, электронике, это отсутствие технологий, отсутствие каких-то современных устройств в этом сегменте. Это тоже является причиной выбора зарубежных марок. В заключении хочу показать цифры по удовлетворенности ассортиментом. В декабре прошлого года мы спрашивали, насколько россияне удовлетворены ассортиментом в трех категориях товаров, которые чаще всего встречаются в продуктовом ритейле. Это бытовая химия, это продукты питания и товары для личной гигиены и ухода. Здесь представлены цифры тех, кто высоко оценил удовлетворенность на 4-5 баллов по 5-бальной шкале. В целом картина вырисовывается достаточно хорошая, позитивная, ассортимент подавляющее большинство россиян устраивает. Но если сравнивать между собой, то мы видим, что у нас немножечко проседает сегмент товаров для личной гигиены и ухода. И вот здесь на это я бы обратила внимание ритейлеров. Это как такой источник роста, источник развития. И это важно учитывать при формировании ассортимента магазина. В заключении такие небольшие рекомендации хотел бы дать, которые мы прописали на основании проведенных исследований. И прежде всего эти рекомендации основаны на изменении подхода россиян к выбору продуктов питания. Очень важно в информационной компании акцентировать внимание на демократизации ценовой политики. Говорит, что здесь вы купите это дешевле, что этот товар доступен по стоимости и так далее. Важно учитывать усиление ориентации потребителя на полезные, натуральные, качественные продукты, а не на популярность бренда. Это тоже такой очень важный поинт, когда люди выбирают скорее более дешевый продукт с хорошим составом, чем какой-то раскрученный бренд, которым они были когда-то, может быть, в прошлом достаточно лояльны. Важно постараться ответить запросам россиян на покупку продуктов местного производства. В целом мы видим, что сейчас в текущей ситуации она очень хорошо складывается именно для региональных производителей, потому что на фоне изменения подхода к покупке продуктов питания именно региональные марки могут предложить товар недорогой, который не обременен значительными маркетинговыми затратами и предложить товар достаточно натурального, хорошего качества. И, конечно же, мы рекомендуем обратить внимание на невысокий уровень удовлетворенности ассортиментом в категории товаров для личной гигиены. Это отдельное направление, на которое можно тоже попробовать воздействовать. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, у меня, на самом деле, к вопросу, ну, мы уже говорили об этом. Я, конечно, не очень склонна поддержать тезис, связанный, что не надо вкладывать свой бренд, в бренд надо вкладываться. Вопрос в том, что действительно изменения у людей сейчас происходят, и сейчас тектонические здесь двиги в осознании того, какими продуктами и какими марками пользуются покупатели. И вот называется, вот то окно возможностей, которое сейчас приоткрылось для многих производителей, нужно использовать для того, чтобы наращивать маркетинговые вливания в свои бренды. Понятно, что на местном регионе, когда есть местные производители, которые застолбили свое место за многие годы, но вот сейчас новым производителям все-таки, вернее так, новым маркам, которые ранее сложновато были пробиваться на каких-то высококонкурентных рынках, точно есть смысл продвигаться и более серьезно вкладываться в свой бренд для того, чтобы перетянуть то внимание. Но, знаете, поднимите руки, пожалуйста, кто сейчас вкладывается в принципе в тренд здорового питания. Довольно много. Действительно, этот тренд практически во всех регионах, где мы проезжали, очень активно принимает в себе внимание. Наталья, я предлагаю вам. То есть я просто к этой теме, вообще тема здорового питания, инновационных продуктов. Эта ниша очень своеобразная, к ней сейчас большое внимание, как у ритейлеров. И это возможность занять какое-то, найти какое-то новое применение себя как производителя и находить какие-то свои предложения аудитории. Но на фоне того, что у вас есть и беспроигрышный вариант, с которым вам позволяют в инновации в том числе вкладываться. Это тоже такой момент, потому что баланс сил должен быть и бюджет нужно сводить. Я уверена, что когда... Ну, то есть вот этот момент нужно все-таки держать в голове.